Девушки отдыхают Мальчик мечтал стать самым лучшим сыном для своего отчима. И ради него совершил кражу. Теперь ребенок готов в суде признаться в своем преступлении. Сможет ли отец понять и простить его? Ей плохо, ей психологически там плохо. Ну, понимаете, ей лучше лечиться сейчас дома, свои стены лечить. Она у вас помрет дома в том, что она не помрет. Девочка-подросток хотела быть стройной, как модель. Теперь ее жизнь под угрозой. А родители не хотят верить, что анорексия – смертельно опасная болезнь. Да просто денег не хотят давать. Вот и все. Мы же хотим ее сами воспитывать. Конечно. Зачем? Куда они? Куда они? Куда они? Куда они? Куда. Истец Александр Захаров обратился в суд с иском о возврате денежных средств. Ответчик Лариса Пришвина с иском не согласна. Утверждает, что денег не брала. Слышается дело Захарова Александра Андреевича с исковыми требованиями о возврате денежных средств в размере 29 тысяч 900 рублей. Ответчиком у нас является Пришвина Лариса Леонидовна. Пожалуйста, истец, поясните суду, как у вас образовалась эта задолженность. Ваша честь, я сегодня пришел сюда, чтобы с этих воров настоящих попытаться получить обратно эти деньги в сумме 30 тысяч рублей. Дело в том, что это моя супруга, уже бывшая, слава богу. Они у меня украли вместе с сыном, ну то есть он пасынок мне, ее сын от первого брака, они украли у меня просто эти 30 тысяч рублей. Никак я не ожидал такого удара в спину, просто выстрела в спину. Дело обстояло так. Я работал еще два месяца назад персональным водителем у генерального директора одной крупной московской фирмы. Периодически у нас бывали такие вещи, что он улетает в командировку, и в тот вечер, ну перед Новым годом это было два месяца назад, в тот вечер он, я его отвез в аэропорт, он мне передал в руки довольно крупный конверт с деньгами. Там, ну, по-моему, полмиллиона рублей было. Он сказал, что я должен на следующее утро отвезти главному бухгалтеру передать в нашем офисе эти деньги, для того, чтобы те совершили какие-то операции наличными. Ну, я не знаю для чего, но наличные надо было передать. Я спокойно вечером приехал домой, этот конверт из рук не выпускал, положил рядышком с кроватью, лег спать, утром ничего не подозревая, его взял, отвез в офис, и тут началось. Это просто кромешная тьма какая-то была. Главный бухгалтер утверждает тут же на меня с наездами, что там не хватает в этом конверте 30 тысяч рублей. Меня тут же повели в службу безопасности. Там какие-то мои ничего, вообще слова мои какие не хотели слушать о том, что я не брал, что это вообще негде было, меня никто не грабил, что все должно быть в конверте, как мне передал директор. Я сам их пересчитывал, когда директор мне это давал. Мне ткнули носом в этот конверт, там не хватает 30 тысяч рублей. Никак не ожидал того, что больше, в общем-то, взять-то некому, только супруга была дома, да, ребенок, у нас двое детей, один ребенок ее от первого брака, пасынок, мой девятилетний, и вторая дочка наша уже совместная с ней, ей полтора года. Маловероятно, что взяла. Потом вскрылось, что как бы действительно сын взял, они мне потом же рассказали. Я, честно говоря, из-за этого случая все потерял. На работе меня, понятное дело, тут же выкинули с работы, у меня вот есть расписки о том, что мне пришлось тут же вернуть из своей вот эти оставшиеся зарплаты эти 30 тысяч рублей. Это как бы кажется, с одной стороны, не так много, конечно, не такая большая сумма, но, в общем, ползарплаты месячной это составляет моей. Поэтому меня тут же выкинули, вычтя эти деньги, получается, я без денег, такую работу найти до сих пор не могу, сижу как бы без денег. Ну, конечно, приехал домой, тут же устроил скандал жене, и она в этот же день забрала детей и уехала к мамаши своей. Ну и хорошо, пускай там воруют пенсию ее. Я не могу, честно говоря, жить уже больше с такими людьми, потому что я знаю, ну что, я вообще даже никакие деньги не могу домой принести. Как можно довелять, как можно жить с людьми, это же самые любимые люди, самые дорогие. Оказывается, что воры последние, как будто в тюрьме, как будто рядом с ворами какими-то живут. Это, честно говоря, ужасно. Мне, пожалуйста, а вы брак расторгли уже? Брак уже был расторгнут, я первым делом... Да, мне свидетельство о расторжении брака и подтверждение, что вас уволили и в порядке компенсации материального ущерба удержали заработок. Так, пожалуйста, Адвич, я вас слушаю. Ваша честь, я возражаю против иска. У меня была семья. Нормальная, хорошая семья. У меня тоже. В один прекрасный день приходит муж с работы, бросается на меня, начинает меня трясти. Говорит, где деньги? Я понятия не имею, о каких деньгах он вообще говорит. Я так испугалась. Сын плачет, мама. Собрала сумку, ушла к маме. Хорошо. Через два дня он звонит, начинает кричать. Верни мне деньги, ты у меня украла деньги. Я говорю, я ничего не брала. Говорит, я подаю на развод. Я никогда не думала, что у меня может так себя вести. Просто, просто зверем оказаться. На следующий день сын подходит и говорит, мам, ты меня не будешь шугать? Говорит, нет. Говорит, это я взяла эти деньги. Семейка воровки. Я не стала говорить при разводе ничего мужу. Потому что зачем просто на сына обрушивать? Такой негатив. Пусть уж ладно, мне так мне достанется. Я привела с собой сына в суд. Можете его вызвать и послушать. Нормально. Вот вернете деньги как раз, может быть. Сколько ребенку? Девять лет. Девять лет. Ну, для девятилетнего ребенка 30 тысяч, мне кажется, в общем, достаточно значительная сумма. Ему зачем деньги? Естественно, ему зачем деньги нужны были? Давайте мы его послушаем. Ну, хорошо. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетеля-ответчика, войдите. Вот что-то на игрушек себе накупил, каких-то уже. Ну, оценивающие. Завтра у папы день рождения. И я хотел подарить ему удочку. Папа обещал, что мы будем вместе ходить на рыбалку. И я зашел в интернет-магазин, выбрал лучшую удочку. И заказал ее. А у меня немного денег не хватало. Я увидел конверт довольно толстый. Я подумал, если возьму несколько купюр, никто не заметит. Нормально. И взял, купил эту удочку. А сколько удочка-то стоила в конечном итоге? 35 тысяч рублей. 35. То есть 30 ты взял и еще 5 добавил своих. Еще бы машину маме купила бы. Почему ты сразу не сказал об этом? Потому что я сильно испугался. Боялся, что меня будут ругать. Жалко, конечно, что все это так, знаете, разрешается. В общем, не по-семейному, я бы сказала. Совсем не по-семейному. Но я хотела бы, естественно, обратить ваше внимание на то, что вы в любой момент, до момента оглашения решения суда, имеете право отказаться от заявленных исковых требований. Да-да-да. Ваша честь, можно я подарю удочку папе? Сейчас я кое-что папе разъясню, ладно? Истец. Пока я не собираюсь это делать. Я на развод пришел с четким чувством, что я этих людей вообще видеть больше не хочу. Так, ну хорошо. Давай. Раз деньги потрачены. Я тебе эту удочку дарю. Просто день рождения еще не настало. Я хотела тебе на день рождения ее подарить. Ну, ладно, сын, хорошо, что... Извини меня, Ваша честь. Но я думаю, что придется отозвать мне действительно свой иск. Ну, удочку за свои 30 тысяч я получил. Да? Спасибо, сын. Вы знаете, мне кажется, что вы получили значительно больше сейчас. У меня такое ощущение. Другое дело, что, конечно, маме и папе надо объяснить ребенку на всю оставшуюся жизнь. Чужое и мое. Да? Что это разные вещи. И даже для того, чтобы сделать папе приятное, чужое – это чужое. Но такое в силу возраста бывает иногда, когда смешение понятий. Но я еще раз повторюсь. Мне кажется, что вы значительно получили больше, чем просто удочку в подарок. Вы отказываетесь от заявок на фасковые требования. Ну да. Удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Ей плохо, ей психологически там плохо. Но вы понимаете, ей лучше лечиться сейчас дома. Свои стены лечат. Да она у вас помрет дома в том, что и дело. Нет, не помрет. Дорогостоящее лечение может надолго подорвать семейный бюджет. Но кто станет экономить, когда болен единственный ребенок? На страхах родителей нередко спекулируют частные клиники, для которых медицина – бизнес. Да просто денег не хотят давать. Вот и все. Мы же хотим ее сами воспитывать. Конечно. Зачем? Куда они? Куда они? Куда. Кто не пожурит девушку, которая залетела в 16 лет? Однако мало кто задумывается, как нелегко вчерашней школьнице бороться за ребенка, когда против нее выступают не только родители и учителя, но и отец малыша. Суд выносит определение о прекращении производства по делу в связи с отказом ИССА от заявленных исковых требований. Суд рассмотрел отказ ИССА от заявленных исковых требований, установил, что данный отказ не нарушает чьих-либо прав и законных интересов. Поэтому суд считает возможным принять отказ ИССА от заявленных исковых требований и выносит определение о прекращении производства по делу. Истец и ответчик. Суд благодарит вас за участие в судебном разбирательстве. Суд огласил свое определение. Производство по делу прекращено. Решение суда. Дело прекратить. Что-то я не разобрался. Все разрушил сгоряча. А сейчас стою тут как дурак с удочкой. Очень жаль, что из-за 30 тысяч у нас разрушилась семья. Я хотела сделать папе приятное, а оказалось так. Все плохо. Судья Елена Дмитриева. Я не могу сказать, что я ни мать, ни женщина, но вынуждена вам сказать, я судья. В новом проекте «Битва за будущее». Прямо ко мне идет ребенок. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Взрослые не в счет. В тусах семейных там по колено, я не знаю, ходите. Да я тебя сейчас затрушил. Я не знаю, ты хуй диска подет свои. Теперь только дети. Они наше будущее. Ваша честь. Простите, пожалуйста, Михаил, вы знаете, в суде, к сожалению, не все себя ведут прилично. Нет проблем, ваше честь. Законодатели в растерянности, но судья Дмитриева знает, что делать. Органов, опеки, адресы, быстро наряд милиции, высылают. Она защитит детей от безумия родителей. Спасибо, Ваша честь. Спасибо. Будьте внимательны. От этого зависит жизнь ваших детей. Бессовестный ты, мальчик. Я тебе сейчас ложечку отверчу. Органы опеки и попечительства подают иск об ограничении родительских прав, так как родители угрожают здоровью ребенка. Ответчики с иском не согласны. Считают, что справляются со своими обязанностями. Слушается дело представителей органов опеки и попечительства с требованиями об ограничении в родительских правах сроков на 6 месяцев. Ответчиков Мезенцевой Анны Васильевны и Мезенцева Николая Васильевича, видимо, да? Это ваш супруг? Да, это мой супруг. А вы представляете его интересы по доверенности? Да, я представляю, у меня есть доверенность. Он сейчас с нашей дочкой. Через судебный приставы передайте, пожалуйста. Сейчас просто с нашей дочкой находится. Данная категория дел рассматривается с участием представителей прокуратуры. Вы представители прокуратуры присутствуют у нас в зале? Благодарю вас, присаживайтесь, пожалуйста. Так, органы опеки и попечительства. Пожалуйста, в чем вы видите основание ограничения в родительских правах сразу двух родителей, маму и папу? Пожалуйста. Да, Ваша честь. Основание у нас в том, что родители не оказывают должного ухода за больным ребенком. Суть дела такова. К нам обратился представитель частной психиатрической клиники и рассказал следующую историю. У них находилась 13-летняя пациентка Надежда Мизинцева с диагнозом анорексия. Девочка туда поступила в очень тяжелом состоянии, о чем родители, конечно, были осведомлены. Они провели определенный курс лечения. Девочке было разрешено видеться с родителями и даже иногда уезжать домой. В один прекрасный день родители забрали девочку домой, якобы на выходные, но в прошедшее время так ее и не вернули. И в настоящее время, мало того, они скрывают ее местоположение вообще ребенка. По данному факту была создана комиссия. Мы внимательно рассмотрели все обстоятельства дела и выяснили следующее. Простите, то есть к вам сама клиника обратилась? Да, да, да. В общем-то у нас к родителям, как к родителям, претензий нет. Мы обследовали жилищные условия. Они прекрасные. Двухкомнатная квартира, у девочки своя комната. Есть компьютер, игрушки, книги, все, что нужно. И сами родители ведут здоровый образ жизни. Но где-то год назад их дочь Надя набрала лишний вес и решила при помощи всяких диет, там и физкультуры немножко похудеть. Родители поддержали ее в этом, ну ничего, казалось бы, плохого. Но только до тех пор, пока вес ребенка не стал ниже нормы. А девочка это скрыла от родителей, стала носить объемные вещи, прикрывала там руки и шею. Так что они не сразу заметили, что вот такое катастрофическое положение. А вот когда они поехали на юг отдохнуть и увидели свою дочь на пляже, вот тогда-то шок и ужас. Ребенок уже был в крайне тяжелом запущенном состоянии. Это, вы знаете, такое психическое заболевание. А девочка считала, что она супермодель и все хорошо. Поэтому и скрывала свою худобу от родителей. Когда ее поместили в клинику, провели лечение. Но родители самовольно прервали это лечение. Хотя оно крайне необходимо девочке. Поэтому мы и считаем, органы опеки, что надо лишить их родительских прав, но временно, сроком на 6 месяцев, чтобы завершить вот этот данный медицинский курс. Потому что жизнь девочки иначе просто подвергается смертельной опасности. Я не преувеличиваю это так. Так, мне ваше заключение. Передайте, пожалуйста. Да, пожалуйста. Так, пожалуйста, отлично. Пожалуйста, честь. Я считаю, что это необоснованно лишать меня и моего мужа, ограничивать в родительских правах. Да, девочка прошла лечение, но мы заплатили 700 тысяч. Это все были наши сбережения. Мы продали машину. Это все. Но девочке плохо в больнице, вы понимаете. Мы ее забрали. Ну, а что ей там было делать? Она набрала вес. Она стала уже... Раньше, да, она падала в обморок. Там были какие-то неприятности со здоровьем. Ну, сейчас-то она набрала вес. Она нормально ходит. Сейчас она хорошо питается. Мы ее поэтому и забрали. Знаете, ведь я же тоже обнаружила это не сразу. Я была в очень длительной командировке. И мы с дочкой переписывались. И когда она сказала, что она чуть-чуть похудела, что диета туда... Я даже обрадовалась. Ну, потому что она полненькая. Ее дразнили в школе, понимаете. Тут тоже неприятность. А когда я приехала, ее отец, мой муж, сказал, ой, давайте поедем на юг. Мы приехали. Когда она разделась, я обнаружила, что она уже не похудела. Она просто истощилась. Она просто стала... И она начала там, на море, падать в обморок. Это меня насторожило. Мы резко прекратили отдых. Мы уехали и пытались ее куда-то устроить в клинике. Кстати, между прочим, многие клиники отказались ее брать. Сказали, нет, мы не будем брать ребенка, который вот-вот умрет. Зачем нам такая ответственность нужна? И тут вот мы обратились в клинику. Вот в одну... Девочка там прошла лечение. И вот там мы как раз вот заплатили 700 тысяч. Но сейчас-то ей стало лучше. Она сейчас в обморок не падает. Она уже с гантелечками занимается. Она кушает строго по высококалорийной диете. То есть все уже нормально. Зачем нам ее там держать? Ну, хорошо. С момента, когда вы забрали из клиники и сейчас, на сколько она поправилась? Она поправилась где-то, наверное, на килограмм, на 12 она поправилась. Она уже поправилась. Да, она поправилась. Ну, в клинике ее, конечно, ее же лечили в клинике. Ну, за 700 тысяч рублей-то можно же вылечить-то. Они ее, конечно, она поправилась. Она стала себя хорошо чувствовать. И, в общем-то, уже нет оснований ее там держать. Но вы же не медик. Не можете знать, есть основа или нет. А у меня был врач. Естественно, естественно, подождите. Ну, зачем? Но, простите, у нас государство не оказало соответствующей медицинской помощи на бесплатной основе. Ответчики вынуждены были обратиться в коммерческую структуру. Я ничего с этим не спорю. Но она прервала сама лечение. Прервала, не доведя до конца. Ей стало плохо, там морально ей стало плохо. Подождите, если вы сейчас, если суд ограничивает сейчас ответчиков, мы передаем ребенка на ваше попечение. Вы в какую клинику ее повезете? Туда же. А платить кто будет? Ваша честь, свидетель расскажет все обстоятельства. Я спрашиваю. Просто я их в курсе. Платить будет фонд, который создан при этой клинике. И они готовы оплатить ее лечение. Эта мама почему-то отказывается. Потому что считает, что ребенок уже здоров. А вот это совсем не так. Ей плохо, ей психологически там плохо. Но вы понимаете, ей лучше лечиться сейчас дома. Свои стены лечат. Да она у вас помрет дома. В том-то и дело. Нет, не помрет. Мы все сейчас соблюдаем. Все, что нам врач прописал, витамины. И это мы все соблюдаем. Отвечу. Я согласна, что 700 тысяч, это очень... У нас в лесу уже нет денег. У нас там только квартира. Вот представитель органов опеки подтверждает, что есть фонд, который оказывает, видимо, благотворительную помощь при таких ситуациях. И он готов оплатить дальше лечение. Но фонд фондом ей там плохо в этих стенах. Давайте специалиста послушаем. Вот и есть. Правильно? Предкласите, пожалуйста, в зал свидетелей СЦА. Свидетелей СЦА, войдите. Ваша честь, здравствуйте. Я Супонин Владимир Иванович, врач-психиатр, представитель клиники, в которой проходило лечение Надежды Мезенцевой, дочь ответчика. Как врач я считаю необходимым вернуть ее в клинику, так как состояние ее на данный момент угрожающее ее жизни. Что себе угрожаешь? Нормально. Дело в том, что Надежда Мезенцева больна анорексией и поступила в нашу клинику в крайне тяжелом состоянии. При росте 160 сантиметров она весила 29 килограмм. Что является, вернее, после двух месяцев прохождения лечения пациентка пошла на поправку и весила 36 килограмм. Это означает индекс массы тела 13, что является основанием для недобровольной госпитализации в психиатрический стационар. Этот уровень составляет индекс тела массы 14, меньше, а у нас 13. Родители согласились лечить дочь только под угрозой вызову полиции. Если у ответчиков нет материальной возможности оплачивать дальше пребывание в вашей клинике? Ваша честь. Да, конечно, лечение на стационаре обходится дорого, но ответчик многого не договаривает. Дело в том, что они уже несколько раз устраивали скандалы и пытались обвинить врачей в вымогательстве. Кроме того, они отказались от помощи благотворительного фонда при клинике, который готов был спонсировать лечение. Так что обвинения в вымогательстве здесь абсурдны. Кроме того, клиника готова предоставить медицинские заключения, из которых становится видно, что всю необходимую терапию дома провести невозможно. В надежде необходима медикаментозная терапия, общение с психотерапевтом в стационаре. А вы-то считаете, вот их упрямство, оно с чем связано? Ну что, они враги своему ребенку? Я хотел бы еще раз подчеркнуть внимание суда, что несмотря на то, что вес пациентки увеличился, он все же еще находится ниже критического уровня. Следовательно, вывод – это недобровольная госпитализация. Значит так, когда мы пришли в эту клинику, нам сказали, да, что это заболевание специфическое, и какую-то часть будет оплачивать благотворительный фонд. Какую-то часть, но они не назвали. Мы заплатили 700, а благотворительный фонд всего заплатил 100 тысяч, всего-то 100 тысяч. Могли бы и побольше заплатить. И сейчас они тоже говорят, опять ложитесь, вам заплатит благотворительный фонд. Ага, сколько он заплатит-то? Они же не говорят сколько. Это где-то я сейчас должна взять большую часть, а они чуть-чуть доплатят. А где мне это взять-то, большую часть? Если благотворительный фонд сказал бы, я вам оплачу 100%, Ну, тогда мы бы могли бы так решить. А так-то как? Они же не говорят ничего, они чуть-чуть платят. Сколько благоговорительный фонд будет доплачивать? Ну, сейчас конкретную сумму назвать нельзя. Так, истец, передача органов опеки вам передадут ребенка. Вы сможете определить девочку в соответствующую клинику не на коммерческой основе? Мы постараемся это сделать. Тем более она уже не в таком плачевном состоянии, как была раньше. Возможно, даже и государственные клиники смогут ей помочь. Но это просто удушающая любовь, ваша честь. Согласна. Так, вы же ваши все заключения передайте, пожалуйста, через судебную. Моё сердце не выдерживает. Если она там будет, я не могу. Есть возможность, есть государственная. Проблема уже широко шагнула, можно сказать. Анорексия – это бич подростков. И всё из-за этих моделек, которые на экранах светятся, костями гремят. Вот идите туда же. Суд удаляет свое принятие решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Да просто денег не хотят давать. Вот и всё. Мы же хотим её сами воспитывать. Конечно. Зачем лишние деньги тратить? Никуда. Незапланированная беременность в 16 лет – теперь не редкость. Но может ли 17-летний отец оказаться более ответственным родителем, чем инфантильная мать? Или в требовании забрать ребёнка у матери есть скрытый смысл? Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСЦА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы и доказательства, опросив свидетеля со стороны ИСЦА, заявленные исковые требования удовлетворяя. Это выносит решение об ограничении обоих родителей в родительских правах сроком на 6 месяцев в отношении их 13-летней дочери. Суд отбирает дочь у родителей и передаёт их на попечение органов опеки и попечительства. Суд ограничивает обоих родителей в родительских правах и принимает решение о подобрании у них дочери без лишения их родительских прав, потому что оставление девочкой с родителями опасно для здоровья девочки. В настоящее время по состоянию здоровья девочки подросток нуждается в срочной медицинской помощи в условиях стационара. Родители, с точки зрения суда, не осознают всей тяжести состояния здоровья дочери, воспринимая временное улучшение её здоровья за полное выздоровление и категорически отказываются от прохождения лечения дочери, тем самым подвергая её жизнь реальной угрозе. Поэтому суд принимает решение об отобрании ребёнку родителей. В данной ситуации суд считает, что эта мера в полном объёме отвечает интересам самой девочки. Суд передаёт ребёнка на попечение органов опеки и попечительства для обеспечения её срочной медицинской помощи. Ну в это время я хоть смогу с ней видеться? Да, конечно, безусловно. Да, конечно, никто вас не лишает. И в данном случае органы опеки не ставили вопрос об ограничении в родительских правах отобрания ребёнка с запретом контактов родителей. Нет, конечно, нет. Поэтому согласовывайте с представителями органа опеки, в каком порядке, кто и вас будет посещать, и какие посещения, где. И не проблема в этом плане, у вас нет никаких ограничений. Истец и ответчик. Суд огласил своё решение. Благодарит вас, свидетель, за участие в судебном заседании, и вас, истец, за высокопрофессиональную выполненную работу. Спасибо большое. Суд огласил своё решение. Решение суда. Иск удовлетворить. Органы опеки примут все меры, чтобы побыстрее определить надежду в государственное медицинское учреждение. А если понадобится, воспользуемся услугами фонда. Я вынуждена смириться с тем, что произошло. Ну, я надеюсь, что моя дочь скоро вернётся в семью, и мы будем опять же счастливо и хорошо. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Скажите ли, это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнешних времён было принято такое решение, что дети, рождённые в течение 300 дней, после того, как мужчина ушёл воевать, они признаются ребёнком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Ты знаешь, ты знаешь, Тоня? По-моему, тебе уже пора в дурку. Чё, что за 3 тысячи? Это вообще смешно просто. Каждый день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец Марк Антонов подаёт иск об определении места жительства несовершеннолетнего ребёнка с ним. Ответчик Галина Кузнецова готова доказать в суде, что и в 16 лет достойно справляется с родительскими обязанностями. Слушается дело Антонова Марка Георгиевича. Вы несовершеннолетний. Да. Это ваш представитель. Вы мама. Антонова Мария Афанасьевна. Ответчиком у нас является Кузнецова Галина Васильевна. Вы тоже несовершеннолетняя? Тоже несовершеннолетняя. А вы мама, законный представитель Кузнецова Антонина Васильевна. Так, вы заявляете исковые требования об определении места жительства ребёнка совместно с вами. Да. То есть у мамы необходимо ребёнка забрать и передать вам на воспитание и проживание ваше совместное. Правильно понимаю? Правильно, да? Так, скажите, пожалуйста, заключение органов опеки и попечительства у кого? Да, у нас. У вас, да? Будьте добры, через судебного пристава. Они просто сообщили, что они не смогут присутствовать в данном судебном заседании. У сторон нет возражений, что судебное разбирательство пройдёт в данном составе без участия органов опеки и попечительства? Нет. Ну, у нас точно. А жертва. Так, истец, я вас слушаю. Ваша честь, я требую определить место жительства моего ребёнка. Вместе со мной и моей мамой. Потому что мать ребёнка, Галина, не справляется со своими обязанностями. Ребёнок у неё постоянно недоволен. Он вечно плачет, ему не хватает внимания. А дети должны плакать, если ты не знал. Ну, не так часто. Простите, а ребёнку сколько лет? Ребёнку полгода. А как вы установили, что полгодовалому ребёнку вот не хватает материнского внимания? Скажите мне. Ну, это заметно. А как вам заметно? Да подождите. Под дверьми держу. Да подождите. Да потому что моя куша гуляет постоянно. С нашей детьми. Что вы говорите? А у тебя нет времени на это? Потерпи. Потом скажешь. Ну, постоянно, когда я беру Машенька, это наша дочка. Я её беру с собой гулять, я вижу, как она ко мне. Её радостные глаза, как она веселится, как у неё поднимается настроение сразу. И когда я её отвожу домой, я вижу, как она с такими глазами смотрит, чтобы я возвращался быстрее. Возвращался снова и снова. Конечно, раз в месяц видит её. Нет. Неправда. Каждый день мы с ней. Каждый день, конечно. И каждый раз, когда я прихожу к ним домой, чтобы забрать Машеньку или отдать, я вижу такую картину. Выходит, её мама в таком халатике. Он почти весь прозрачный. То есть её всё видно. И она просит задержаться меня, чтобы я не Машеньке время уделял, а уделял ей побольше времени. Вот не надо привирать. Я всего лишь хочу просто, чтобы отношения восстановились. Я со своей стороны делаю хоть что-то. Она меня просит, чтобы я задержался на чай. Что она иногда даже начинает приставать ко мне. Вот я иногда... Маркуш, ну расскажи, как она тебя сообразила. Никак не могу понять. У вас общий ребёнок. Ну, хорошо. Вы его признали добровольно, как я понимаю. И то не сразу. Что-что? И то не сразу он признал ребёнка этого. Сначала наставили на том, чтобы аборт сделал. А потом, когда ребёнок родился, доченька наша родилась, они сначала отказывались от неё, не признавали. Ну, мы же приняли ребёнка и согласились помогать ему. Да подождите. После ДНК. Вы устанавливали в судебном порядке отцовство? А, ну мы сделали экспертизу. И сделали экспертизу, и... Подтвердилось отцовство. Да. А что? Ребёнок отстаёт в весе. Ребёнок отстаёт, ну, в развитии от нормативов общих, которые установили для полугодовалого ребёнка. Есть какие-нибудь нарекания с точки зрения детских педиатров? Что-то это установлено? Нет. Этого нет, да? То есть, нечего предъявить. Да подождите вы. Ваша честь, был такой случай, когда Машенька наша заболела. И они... Она три дня ходила с температурой. Ну и что? Ну вот, они только на третий день вызвали доктора. А не дай бог что, вдруг ухудшения какие-нибудь начали. Нет, я... Подождите, естественно. Высокая температура у детей, это могут быть зубы. Можно я скажу? Нет, я сказала. Зубы могут быть, и быть высокая температура. Зуб прорежется, температуры не будет. Давайте вы, попробуйте вы. Я хочу, чтобы Машенька жила у нас. Ну вот посмотрите на эту девочку. Она же сама ещё ребёнок. Ну как она может воспитывать? А ваш сын кто? Взрослый няня. Понимаете, он совершил ошибку. Я признаю, что он совершил ошибку. И мы хотим воспитывать ребёнка сами. Я сейчас объясню, почему. Как только Галька родила, она сразу прибежала к нам. Просите, кто? Я согласилась, 12 тысяч я перевожу. Вот, пожалуйста, у меня здесь есть документы о том, что я перевожу деньги ежемесячно. Но дело в том, что за три месяца она даже не купила коляску ребёнку. Я не говорю уже бутылочки, смеси. Я тоже покупала вот чеки из детских магазинов. Вот всё, что я покупала. Мы тоже покупаем. Мы купили коляску, мы купили другую. Как только мы начали перечислять деньги, у неё появились новые наряды. У неё появились новые интересы. Она сидит с девочками на лавочке. У нас соседние дома, мы всё это видим. Она не... Нет, чтобы гулять с Машенькой. Она сидит, демонстрирует свою красоту. Можете доказать, что появились новые наряды? Да. Она сама об этом говорит. Она купила себе ботинки. Кому говорит? Мне. Вы говорили, что у вас появились новые наряды? Ну да, я отчитывалась. Только и всего. Отчитываетесь? А что вы имеете в виду подотчитываясь? Ну, они постоянно придираются, что я просила представлять чеки, которые тратят на ребёнка. Не беспокойтесь, эти деньги мы потратим. Подождите. У них вся семья такая. Она родила, её в 16 лет. И что? И что такое? Нормально выросла вполне. Я считаю, что они неправильно воспитывают. Я думаю, что там психологическая обстановка плохая. Почему? Потому что на 4 раза уже замужем, мамашка. А при чём тут это? Как это вообще относится к развитию нашей внучки? Это очень влияет. Ты что, залезли? Что у него постоянно меняются дедушки? Она лиц дедушки не успеет упоминать. В 6 месяцев? Да что вы бред-то несётика? Да подальше. Хорошо, если она пятый раз выйдет замуж. А что, в 6 месяцев ребёнок видел всех четырёх? Ну она же растёт, она же не будет всё время шестимесячной. В 6 месяцев ребёнок видел всех четырёх? Ну хорошо, Галя не запомнила своих отцов. Да главное, чтобы внучка отца видела. И что, подождите, и Галя не запомнила своих отчимов, и это существенно повлияло на развитие. Я думаю, да. Вы так думаете? Смотрите, она свои фотографии рассылает. Скажите, пожалуйста, скажите, кроме ваших мыслей и размышлений на эту тему, больше у вас ничего нет? Вот, пожалуйста, у Маркуши есть сообщение, которое она пишет к его друзьям. И рассылает фотографии интимного содержания. Она, непонятно, она хочет, чтобы Маркуша женился на ней в итоге, или кто-то другой был о том, машинке. Какого интимного содержания, а? И то, что общаясь с его друзьями, это просто вообще не поста не касается. Подождите, подождите, ну подождите, ну хорошо. Хорошо. Определим место жительства ребенка совместно с вами. Вы работаете? Да, конечно. Работаете, а вы учите? Конечно, он учится. Вы учите. Кто будет заниматься, кто будет осуществлять уход за ребенком? Я. Каким образом? Я могу взять декретный отпуск. Какой? Декретный. По содержанию ребенка. Не по содержанию, а по уходу? По уходу, да. Ну я не знаю, что должно совершиться в этом государстве, чтобы бабушка при папе и маме, чтобы ей предоставили отпуск по уходу за ребенком. Не знаю. Хорошо, я могу уволиться. Может быть, вы перепутали, что вы не в нашем государстве живете? Ну вообще, я слышала такую систему. Вы слышали. Не дай бог, чтобы случилась такая ситуация. При этой ситуации, когда все живы и здоровы, бабушкам не дают. Дальше. Хорошо, я могу уволиться с работы. Не надо мне говорить, могу. Я же вам задаю вопрос. Я буду воспитывать ребенка. Я могу его воспитать нормально. Посмотрите на моего Маркуша. Разве плохой мальчик? Послушайте, я должна в решении написать, что я определяю место жительства девочки по месту жительства бабушки, и бабушка будет осуществлять уход и воспитание? Смешно. Да? Да. Смешно. Пожалуйста. Да, Ваша честь. Я хочу сказать, что я категорически не согласна с иском. Я считаю, что ребенок должен остаться как положено, с матерью, и с семьей матери, то бишь со мной. И я постоянно этому ребенку отдаю свое время. Постоянно с Машенькой, всегда все ради нее, всегда с ней. Коляска где? Есть коляска. Да, есть коляска. Коляску купили мы. У нас еще другая коляска есть. А мы другой вклад носим. Мы ему и кашицы, игрушки-погремушки всякие. То есть коляска есть. Если мы ребеночка вместе заделали, то и вклад должны вносить вместе. Это нормально. Хорошо, тогда я прошу вас, сделайте, пожалуйста. Я просто не могу об этом истца спрашивать, его законного представителя. А сделайте предположение. Как вы-то сами считаете этот иск? Он чем вызван? Его намерение, я не спорю, может искреннее, но он несправедливо поступает у нас по отношению ко мне. Он на меня наговаривает, что я плохая мать. Он не видит, как я с этим ребенком постоянно с Машенькой ношусь, постоянно время только на него, здоровье на нашего ребенка. А он что? Ну что он? А что, не уделяй ей внимания? Стоит мне только на одну минуту выйти на улицу, то с их стороны постоянно какие-то укреки, мол, я не уделяю ребенку внимания. А там минуты у тебя целый день. А ты вообще когда в последний раз с Машей будешь? Галя, когда ребенка забирает у матери, он плачет, а у него никаких эмоций. Как это никаких эмоций? Вы почаще на внучку смотрите и эмоции увидите. Он к маме тянется, а не к маме. Да, это хорошо. Как вы можете судить, кому он тянется? Он ребенок. Я видела, как он тянется. Новорожденный, что вы говорите? Новорожденный, да, тянется. Ваша честь, я еще хочу сказать по поводу того, что им, опять же, этот ребенок изначально был не нужен. Потому что на аборте настаивали, настаивали. После того, как Маша родилась, они сначала не признавали ее. И то есть сейчас они такие строят, из себя не пойми кого. Вот я поэтому хочу понять, вы-то как сами считаете, из-за чего все это происходит? Ну, может, у них там что-то в голове щелкнуло. Кто их знает? Да просто денег не хотят давать. Вот и все. Мы же хотим ее сами воспитывать. Конечно, зачем лишние деньги тратить? Почему лишние? Мы же будем на Машеньку тратить их. Знаете, экспертизу на отцовство мы делали с наших денег. Они ни копейки не дали. А элементы эти начали они платить только с третьего месяца. А ребенку-то полгода уже. С третьего месяца начали платить элементы. Это ненормально. И тем более то, что они говорят, 12 тысяч. Что вот в наше время эти 12 тысяч на ребенка? 12 тысяч достаточно помочь. Много. Если на себя не тратить, то много дать ребенка. Попробуйте на 12 тысяч воспитать ребенка. На 12 тысяч можно всю семью накормить. По нынешним ценам это сколько? Мне даже интересно, как вы хотите это сделать, за 12 тысяч всю семью накормить. Нет, но на один раз, может, на самом деле, накормим всю семью за 12 тысяч. У кого-то зарплата 8 тысяч, а ничего, живут. Я бы не хотела такого для своего ребенка. У нас внучка. Скажите, а вы не пробовали прожить на зарплату в 4 тысячи? Ну, в 4 тысячи. Вот ваши разговоры, знаете, такой бальзам на наше... Ну, 12 тысяч, это не маленькая сумма. ...министерство экономического развития, понимаете, в чем дело? Вот нашлась женщина, которая серьезно полагает, что на 8 тысяч можно прожить. Ну, если есть такие пенсии, значит, люди живут? Ну, это вы так определяете. Я хочу, чтобы внучка внесет. Я бы определила это несколько по-другому. Я бы поставила слово «вы живают». Не живут, а «вы живают». Мы не 8 даем, слава богу, 12. 12. Можно жить. Невелика разница, на самом деле. То, что они упрекают меня на пройти сапоги. Вы, простите, я поняла. Вы, как законопредставитель, считаете, что вот, ну, вот, вся эта ситуация, она возникла именно из-за того, что... Из-за материальных, да, интересов. Я считаю так. Нет, чтобы... Я считаю, что лучше бы ваш сын женился бы на дочери, а не по судам бегал. И создал бы семью с ней. И была бы семья. И они бы уже сами решали, как ребенка воспитывать. А пока вы нашли, он никто, он никто, понимаете? Папа, папа, биологический. И по свидетельству о рождении, папа. Ну, понятно. Но он что, будет приходить, извините, в наш дом, указывать нам, как нам нашу внучку, дочку воспитывать? Вот пусть сначала женится, а потом они права качают. Он не указывает, мы просто хотим, чтобы Маша жила у нас. Понятно. Так, суд удалится, принятие решено. В следующей программе. Встречался я с твоим хахалем. Ой. Орел. На словах орел. Отвечем. Волох забился в воробушек еще. Это в нашу бутылку. Патологическая ревность отца разрушила не только брак, но и отношения с детьми. Но ревнивец никак не угомонится. Отказывается уезжать из квартиры, хочет и после развода следить за бывшей женой. Естественно, конечно, мои дети, вот... Я никогда не пожил, что мои дети жили с уголовником. Ты о чем? Казалось, что после освобождения из тюрьмы безоблачное счастье. На воле ждет любимая жена и двое детей. Но жизнь повернулась иначе. Другой мужчина уже занял место мужа и отца. Удастся ли истцу доказать, что именно он отец детей? Уведу ребенка в хорошую другую школу. Ну, конечно, потому что Маша занимается, она живет этим. А почему бы не думать о том, что ребенку нужно восстановить здоровье сначала? До чего может дойти мать в желании сделать из дочери звезду? Погоня за славой может обернуться трагедией, если вовремя не остановиться. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования несовершеннолетнего и законного представителя, возражение ответчика несовершеннолетнего и законного представителя, рассмотрев представленные документы, в иске несовершеннолетнего отца ребенка по определению месту жительства совместно с ним считает необходимым отказать. Суд определяет место жительства ребенка по месту жительства его несовершеннолетней матери. Суд, разрешая спор между раздельно проживающими несовершеннолетними родителями ребенка, определил его место жительства по месту жительства матери, потому что по месту жительства несовершеннолетней матери имеются условия для воспитания и развития дочери. При разрешении данного спора суд также учел заключение органов опеки и попечительства, которому были проведены обследования как в место жительства ответчика, так и по месту проживания ИСЦА. В указанном заключении отмечается, что и по месту жительства ответчика, и по месту жительства ИСЦА имеются все условия для нормального проживания и развития девочки. Однако органы опеки посчитали, что поскольку девочка малолетняя, ей 6 месяцев, поэтому с учетом возраста ребенка требуется повышенное внимание, именно материнская ласка и забота, то, чего папа для этого возраста ребенка, к сожалению, дать не может. В данном случае суд хотел бы разъяснить как ИСЦУ и ответчику, так и их законным представителям, что определение места жительства проживания ребенка по месту жительства матери не лишает вас, истец, права на участие в воспитании дочери, поэтому ответчик и вы, как законный представитель, не имеете права чинить препятствия в общении ИСЦА с дочерью и ее воспитании. Кроме того, в соответствии с действующими нормами семейного законодательства, а именно статьей 67 Семейного кодекса Российской Федерации, право на участие в воспитании ребенка у нас также имеют с вами и другие родственники, а именно бабушка и дедушка. Поэтому ваша обязанность не чинить препятствия, в том числе на том, чтобы бабушка принимала участие в воспитании ребенка. В том случае, если такие препятствия будут с вашей стороны чиниться, истец и вы, как законный представитель, имеете право первоначально обратиться в органы опеки и попечительства, а в последующем обратиться в суд с исковыми требованиями об установлении графика общения и не чинении препятствий в общении с ребенком. Истец и ответчик, вам в решении суда понятно? Да. Законным представителям тоже все понятно. Суд огласил свое решение, дело заканчивается. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Галина плохая мать. Я буду со всех сил пытаться отсудить ребенка, чтобы Машенька жила с нами. А я не буду платить алименты, если они будут препятствовать нашему общению с ребенком. Им ребенок то нужен, то не нужен. Это непонятное дело какое-то. Я считаю, что я хорошая мать. А дело Антоновых – это платить алименты. И все. Вот если бы Марк женился на моей дочери, была бы семья. И ребенок был бы счастливый. Жил бы в полноценной семье. Что они устраивают? Счастливую семью надо создавать. И ребенка растить, а не по судам ходить. Смотрите новый проект «Дела семейные. Битва за будущее». Она начала говорить. Она говорит, мама, и ко мне пишет, вы понимаете? А она хочет меня и у нее забрать. Вся правда о том, как взрослые делают детей заложниками своих страстей. Мальчик забрался на крышу девятиэтажного дома и грозился оттуда вкрыть, если родители не помирятся. Моя девственность выставила на аукцион. Он просто самый лучший папа на свете. К счастью, моя бочка подошла к моему сыну. Она уложила его в сумку, вынесла его помойным ящиком. И ребенок на морозе, он лежал и кричал. Смотрите в новом проекте «Дела семейные. Битва за будущее». А бабушка сказала, что ты мой папа. Субтитры создавал DimaTorzok